Как Отец милует сынов, так милует Господь, боящихся Его. Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы персть. Это 130-й Псалом, 13-й и 14-й стихи. Перехожу к Новому Завету. В Евангелии от Матфея 6-й главе написано «Знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Ваш Отец знает. Тема нашего сегодняшнего размышления «Познай Бога как Отца». Это тема, на которую я очень люблю говорить, поскольку эти истины сильно повлияли на меня и мою семью. Познать Бога как Отца. Как это возможно? Иисус сказал слово, которое является основой для познания Бога как Отца. Он сказал, Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыться. Итак, чтобы знать Отца, необходимо откровение. Должны открыться небеса, и Бог должен Сам говорить нам об этом. Сам Бог должен нам сказать, кто Он на самом деле. А теперь хотелось бы озвучить четыре элемента фундаментальных и неотъемлемых для построения правильной веры. Эти элементы принесут нам утешение, веренность, вдохновение и исцеление, если мы примем их в свою жизнь. А вот эти четыре элемента. Первый элемент называется «Присутствие Отца». Отец рядом и должен быть частью нашей жизни. Мы живем в мире полном суеты, и мы, конечно же, не можем быть везде. Но у нас есть Отец, который утешает нас, говоря «Я рядом, даже когда ты один». Я Бог, находящийся рядом. И мое присутствие принесет тебе уверенность, безопасность, ободрение. Я Господь, находящийся рядом. «Господь с тобой, и Отец Небесный обещал быть рядом». Как написано в 26-м псалме, 10-м стихе, «Даже если отец или мать оставят тебя, Господь примет тебя». Это слова Давида, и он знал, о чем говорил. Помню, что в основном мой отец участвовал в важных для меня жизненных событиях, «Но не всегда. Были моменты, очень значимые для меня, когда мой отец по той или иной причине не был рядом. В результате внутри появилась некая пустота. Я так хотел, чтобы он был рядом, гордился мной. Увидел, например, когда я получал повышение, были различные события, на которых мой отец не присутствовал, но Бог-отец был там. Небесный отец никогда не забывает о тебе». Второй элемент, о котором мы поговорим, называется так, «Голос отца». Я не знаю, с чем вы ассоциируете голос вашего папы. Может быть, это низкий голос, кричащий голос, или молчаливый голос. Голос отца крайне важен. Кстати, первое слово ребенка, как правило, это «папа». Ребенок реагирует на голос папы. Ему необходим голос отца для здорового развития. В Евангелиях мы находим прекрасный отрывок, который говорит нам о том, что голос отца прозвучал, когда это было так нужно Иисусу. Вы услышите голос отца, когда вам это будет нужно. Если вы ищете его лица, он проговорит вашему сердцу. Этот голос придаст вам чувство уверенности и принятия. Когда Иисус принимал водное крещение, небеса открылись, и голос отца произнес, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». Иисус нуждался в этих словах именно в это время. Он собирался начать свое служение и услышал о Божьем одобрении. Ну а теперь я перехожу к третьему элементу, очень важному и созидательному для нас. Называется он так, «принятие Отца». Мы нуждаемся в том, чтобы быть принятыми Отцом. «Отец выражает принятие, говоря Сыну, «Ты мой возлюбленный Сын, я благоволю к Тебе, благословляю Тебя и горжусь Тобою». Это все несмотря на то, что Иисус еще не творил никаких дел. Он просто проявил послушание, принимая водное крещение. Он сотворил правду. Небеса открылись, и голос Отца стал слышимым. Он был принят Отцом. Даже если ваш Отец не выражал принятия, Бог-Отец принимает вас, потому что вы уникальны, ценны, избраны Им. Вы не являетесь случайным творением. Бог любит вас и принимает вас, потому что Он любит всех своих детей». Четвертый элемент называется так, «Взгляд Отца». Когда мы наедине, кто смотрит на нас, кто видит нас, не знаю, беспокоит ли вас то, что Бог всегда видит вас, или вам наоборот это приятно осознавать. В любом случае, важно знать о том, что Отец видит нас. Давайте посмотрим один замечательный отрывок из Библии. Это Евангелие от Матфея 6, глава 6 стих. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, то есть имей личное общение с твоим Богом, и затворив дверь твою». Писание показывает нам, как важно уединиться и не отвлекаться. Помолись Отцу твоему. Иисус показывает нам Отца, Который в тайне, и Отец твой, ведущий тайны, воздаст тебе явно. «Твой Отец видит тебя, ничего не скрыто от Него. Он видит твой путь, Он видит, какой жизненный период ты проходишь. Какие бы ни были обстоятельства или сложные ситуации, в которых ты находишься, Бог видит их, Он понимает тебя, Он знает то, чего не знаешь ты. Он приходит тебе на помощь, потому что Он принимает тебя как дитя, слышит тебя и желает, чтобы ты услышал Его голос. Он желает дать тебе благо». Я бы хотел немного подытожить. Эту тему невозможно полностью раскрыть за 10 минут, так как она слишком богатая и прекрасная. Познать Бога как Отца — это дело всей жизни. Я мог бы привести много жизненных примеров, когда я это пережил, когда Небесный Отец назидал, утешал, поддерживал и вдохновлял меня. Я Его познавал постепенно в течение всей своей христианской жизни. И для завершения я хотел бы озвучить три важные истины, взятые из Священного Писания. Они обязательно благословят вас. Первую истину мы находим в послании к римлянам 8 главе, 15 стихе. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва Отче». «Авва» означает «дорогой папочка». Господь говорит нам, «Я усыновляю или удочеряю тебя. Я принимаю тебя как дитя, если ты приходишь ко мне. Если ты принимаешь моего сына как твоего спасителя, если ты его признаешь и понимаешь, что нуждаешься в прощении грехов, если ты признаешь его жертву на кресте, тогда я усыновляю, удочеряю тебя. Это дух усыновления, который утешает нас и навсегда держит нас в его руках». Вторая истина записана в книге Исаии, 43 главе, 1 стихе. «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой». Отец называет нас по имени. Можно многое говорить на эту тему? Отец дает имя. Он называет тебя по имени, потому что ты не просто кто-нибудь. Ты носишь имя, которым дорожат на небесах, которое записано в его книге. Отец любит тебя и зовет тебя по имени. Третьей, последней истине, можно посвятить отдельное послание, но скажу коротко. Отец дает тебе свое благословение. Не начинайте свой путь без благословения вашего небесного Отца. Будьте едины с Ним, позвольте Ему благословить вас и станьте благословением для других. Я был очень рад общению с вами. Пусть Бог благословит вас. Ищите Божьего лица, чтобы Он действительно стал вашим Отцом. Ищите